В караульном помещении поста памяти многолюдное ежегодное мероприятие, приуроченное к важной дате, традиционно собирает на одной площадке не один десяток человек. 2018 год не стал исключением. Поздравить юных армейцев с праздником приехали представители местных органов власти, военного комиссариата, общественных молодежных объединений и педагоги учреждений образования. Я очень горжусь, уже работаю 17 лет на посту памяти. Это уже добрая традиция. Мои дети стояли на посту, два сына. И выдаем характеристики, рекомендации ребятам. Многие на моих глазах выросли, уже стали офицерами. И здесь они проходят школу мужества, патриотизма, получают какие-то азы в военной службе. И происходит профессиональная ориентация. Вахта памяти – одна из неизменных составляющих мемориала «Брестская крепость-герой» с 1972 года. За этот период более 93 тысячи юных брещан отдали дань памяти и уважения воинам, павшим за свободу и независимость Родины. По сути дела, многие поколения уже брещан связаны с постом памяти своей жизнью, жизнью своих детей и даже своих внуков. Потому что именно на сегодняшний день стоят внуки тех, несут вахту памяти внуки тех, кто когда-то начинал ее нести в 70-е годы. В дружных рядах юноармейцев плечом к плечу стоят юноши и девушки. И если первые защитники по своей сути должны быть сильными и мужественными по определению, то представительницам прекрасной половины человечества, конечно, бывает непросто. Однако и те, и другие к делу подходят ответственно и стараются сделать его максимально хорошо. Я чувствую большую ответственность, когда заступаю. Мне очень это нравится. Я тщательно готовлюсь перед заступлением. Вот, как видите, я получила две медали занесения, также благодарность и грамоту. Девушки же тоже были на войне, когда она началась. Мне очень нравится заступать. Я в роли экскурсовода заступаю все четыре раза и чувствую большую ответственность. Я несу вахту памяти уже третий год. Сначала я заступал как часовой, стоял на посту, а потом два года в качестве начальника почетного караула. Для меня почетный караул – это прежде всего школа мужества, которую должен пройти каждый. Потому что вахта памяти делает тебя мужественным. Ты, когда стоишь на посту, ты чувствуешь определенную ответственность, потому что ты охраняешь покой воинов, которые погибли за свободу и независимость нашей Родины.